В Ленинском городском округе Московской области полным ходом идет масштабное строительство. Старые дома сносят и на их месте строят новые высотки. И все бы было хорошо, но встает резонный вопрос – что делать с мусором? Вопрос утилизации этих отходов глобальной перестройки не решен полностью. Вот и возникает ситуация, когда мусорные пираты засыпают им окрестности. Недавно очередной грудой этого добра одарили совхоз имени Ленина. Кто не понял про добро, объясним, это сарказм. Так вот, три грузовые машины с нуля часов до пяти утра привозили мусор на территорию парковки, расположенной на окраине нашего поселка. Эту спланированную операцию прикрывали крепкие ребята кавказской наружности на двух легковых автомобилях. Они координировали все действия между собой и сопровождали грузовики по территории совхоза. Ворота стоянки, на которую сгружали мусор, были взломаны. Вот так эту ситуацию прокомментировал директор завоза совхоз имени Ленина Павел Грудинин. Меньше чем за месяц, практически каждые выходные и праздничные дни на территорию совхоза, у нас все-таки около двух тысяч гектар, в разные места завозят очень большое количество мусора. И первый случай, нам завезли мусор практически на поле, в кювет, мы вынуждены были срочно его убирать, потому что если бы мы не почистили эти кюветы, а там больше девяти машин, 10 машин, по-моему, привезли, в общем, мусор такой строительно-бытовой, он перемешанный весь, то мы, конечно, получили бы наводнение. Поля бы просто попали бы под тотальный залив этой водой. А вот это мы убрали. Потом на скважину, то есть есть такая водоохранная зона скважины, обычно огороженная, и там висят замки, ворота. Кто-то ночью сбил замок, открыл ворота, и 10 или 12 машин мусора, точно не посчитаешь, тоже завезли. Причем мы видели, видео, это уже было в зоне совхозов, поселка, мы видео нашли, там грузовики с замазанными грязью номерами и сопровождающие машины. Потом, через две недели был завоз мусора уже на стоянку автомобильную, там уже больше 20 машин, там 24 машины мы считали. Тот же самый мусор, то есть строительный мусор бытовой, мы там нашли накладные сантехкомплекта, сопровождали тогда уже Porsche Cayenne и еще одна какая-то серая такая, невзрачная. По видео видно, что уже это было 3 машины, 8 рейсов в ночное время, как, к сожалению, охранник проспал, с другой стороны стоянки завезли, и это до сих пор лежит, потому что мы уже на первой две, вот эти два случая потратили более 500 тысяч рублей, это достаточно большая сумма. Ну и четвертый случай случился вот позавчера, когда привезли на водозабор Слободы, тоже взломали замок, открыли ворота и в водоохранную зону, то есть в зону охраны водонапорной башни в Слободе тоже 5 или 6 машин мусора привезли. Ну это спланированная акция, это понятно, причем понятно, что мусорная реформа не удалась, казалось бы, со всех организаций должны собирать деньги, и этот мусор должен официально утилизироваться, Но из-за того, что цена на вывоз мусора огромна, появились вот эти разные хищения, и огромное количество машин грузовых, почему-то никто их как будто бы не видит, хотя тотальный контроль, и они к нам заезжают со стороны Каширского шоссе, и понятно, что там стоят камеры видеонаблюдения, Но мы пишем заявление по каждому случаю в полицию, в другие органы, там, надзорные, технадзоры, никто найти ничего не может. Если вы сейчас посмотрите на карту, которую мы сняли вчера, это как раз вот тот мусор, который лежал там, где теперь проходит якобы дорога, которую строили муниципалы вместе с Московской областью. Тут два варианта, либо муниципалы их нанимают, они вывозят официально мусор в места дислокации мусора, то есть на мусорной свалке, либо они просто подвозят его к нам, а мы уже занимаемся вывозом этого мусора. То есть это такой бандитизм, причем, что бы чиновники об этом не знали, это неправда, ну потому что достаточно зайти на эту территорию, увидите горы мусора. Ну а почему они не принимают никаких мер для того, чтобы со своей земли убрать мусор, хотя это прямая их обязанность, это непонятно. Ну проще к соседу скинуть все, и заставить соседа потом через административные органы вывезти это все. Поэтому мы находимся в такой, власть бандитов таких, которые ничего сами не хотят делать, но одновременно пытаются ухудшить наше экономическое положение. Я думаю, что вот эти все действия, направленные на подрыв экономики совхоза, они так хорошо спланированы. Решение судов, чтобы мы начали платить сумасшедшие налоги, хотя, конечно, вроде как истцы у нас как будто бы акционеры, хотя на самом деле бандиты обыкновенные. И они делают все для того, чтобы хозяйство оказалось в тяжелом финансовом положении. И власти, которые стоят за этими бандитами, которые фактически являются заказчиками, ну и должностные лица, которые хотят захватить землю совхозом, вот они этого не скрывают. Все они члены Единой России, вот это такая, как ОПГ, общественно-политическая группировка, которая фактически пытается захватить предприятие наше. Ну, это какой, клиптократический капитализм борется со социалистическим предприятием. Злоумышленники действовали продуманно и предусмотрительно замазали грязью номера грузовиков. Однако марку и цвет замаскировать не так уж просто. Один из грузовиков удалось опознать. Он оказался зарегистрирован на имя владельца, сопровождающего его Ладой. Хова достаточно редкий грузовик китайского производства, и совпадения тут маловероятны. Владелица Porsche Cayenne, второго автомобиля, сопровождающего грузовики, некоторое время назад была директором ООО Discovery, основной вид деятельности которого – предоставление услуг большегрузного транспорта. Определить причастность этих лиц к произошедшему должны компетентные органы. А мы оговоримся, что вина упомянутых в ролике людей предположительная. После проверки этой информации полиции мы сможем проинформировать вас, наши зрители, о результатах. Сейчас же просим активистов Ленинского городского округа мониторить ситуацию и сообщать в редакцию нашего канала о появлении подозрительных грузовиков с нежелательным мусором. Будем сохранять наш край от загрязнения ради нас и наших детей. С вами был ТВ Сафос. Поддерживайте нас лайками, подпиской на канал, репостами и донатами. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok